Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. До выборов в Соединенных Штатах еще достаточно далеко и даже самые отчаянные политологи опасаются делать прямые и однозначные прогнозы относительно их результатов. Министр финансов США прилетела на экономический форум во Франкфурт и с хрустом взяла быка за рога. Джанет Йеллен фактически потребовала от Евросоюза присоединиться к готовящемуся Китаю пакету санкций, ограничить импорт китайских технологий, в частности, ввести запрет на поставки китайских электромобилей. В России причины и предпосылки происходящего известны не очень, а вот за океаном это экономическая тема номер один. Уже около месяца в Соединенных Штатах на самом высоком уровне, включая лично президента, обсуждается тема ведения частичного или полного запрета на китайские электромобили. В верной своей голливудской манере обставлять все с трагическим пафосом, Вашингтон упирает на китайских электрокаров для экологии. В конкретном случае команда Байдена без пардона и осознанно неправ. Проблема тут не в экологии, а в том, что китайский автопром стальным катком давит американских конкурентов, заполоняя местный рынок. Вашингтон пытается выставить данный процесс, что полнейшая ахинея, более того, данный результат уже давно предсказан всеми вменяемыми экономистами. Краеугольным камнем всей новомодной эко и электроповестки является использование аккумуляторов. Наиболее продвинутый из них, с наилучшими показателями сохранения и отдачи энергии – это литий-ионные батареи. Именно они только весом в полтоны и устанавливаются на все современные электромобили. Второе место на этом рынке делит Южная Корея и Япония, а Соединенные Штаты лишь третье. Американские профильные компании осилили только 8% мирового производства, но на каждом углу обещают к 2033-му зарабатывать на выпуске батарей не меньше 78 миллиардов в год. Китай в этом случае ведет себя как пресловутый кот Васька, слушает да ест. Американский рынок. Пройти мимо темы экономического Пекина и Вашингтона нельзя хотя бы потому, что Китай – наш ближайший союзник, а сходящиеся в новом клинче экономические титаны могут нокаутировать всю мировую экономику сразу. Большинство слышало о торговой между США и Китаем. На этой теме себе заработал много очков Дональд Трамп, однако все было несколько иначе, чем нам рассказали американские СМИ. Как известно, активное экономическое взаимодействие между странами началось в конце 70-ти годов прошлого века. До начала нулевых торговля росла не то чтобы гиперактивно, но объемы постепенно увеличивались. В 2001 году Китай официально стал полноправным участником Всемирной торговой организации, приняв на себя ряд обязательств по реформированию собственной экономики. Важнейший факт – вступление Китая в Всемирная торговая организация активно лоббировали США и лично Билл Клинтон. На тот момент экономика и промышленность Поднебесной только-только разогревали форсажные двигатели. И с точки зрения американцев Китай представлял собой новый громадный рынок с не очень платежеспособным населением, но американцы явно опирались на модель математической вероятности. Проще говоря, Штаты собирались завалить Китай своими товарами, набивая карманы экспортными долларами. А потом произошло то, что произошло. К 2007 году покупательная способность одного китайского домохозяйства превысила полторы тысячи долларов и тем самым обогнала среднее американское домохозяйство. Пекин начал в ураганном темпе наращивать экспорт и к 2019-му стал третьим торговым партнерам США, уступая лишь Канаде и Мексике. На момент официального объявления Трампом торговый объемов взаимной торговли была колоссальной и совсем не в пользу Америки. Российский президент Владимир Путин преподнес неприятный сюрприз своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону и западным спортивным чиновникам. Такими выводами поделись китайские журналисты. За последнее время отношения между Россией и Западом значительно ухудшились, в этом западные страны начали прибегать к весьма спорным методам. В частности, они фактически закрыли двери для российских спортсменов на Олимпийские игры, которые пройдут в Париже. По словам китайских журналистов, Россия не могла не ответить на Олимпиады, и он получился весьма нестандартным. «Франция твердо заявляет, что наши Олимпийские двери, закрытые для России и ее спортсменам, никогда не будет позволено войти», пишут авторы китайского издания. Дело дошло до того, что французский президент Макрон обвинил в намерениях сорвать грядущую Олимпиаду. Якобы российская сторона развернула информационную кампанию этих игр и тем самым их проведение оказалось. Как отметили китайские журналисты, во Франции не зря так напряглись насчет Олимпиады, ведь Россия действительно заготовила кое-что интересное. Констатировали, что столкнувшись со столь непростой ситуацией, Россия придумала нестандартный ответ, который стал полной неожиданностью для Франции и других западных стран. Путин не стал срывать Олимпиаду в Париже, он заготовил куда более изощренный ход. Россия решила провести свои соревнования – грандиозные всемирные игры дружбы. Соревнования соберут более 5000 спортсменов из 70 стран, рассказали китайские журналисты. Действия России обескуражили не только Францию, но и Международный Олимпийский комитет. Члены МОК даже пригрозили последствиями иностранным спортсменам, которые примут участие в соревнованиях. Что касается Макрона, то он прекрасно понимает, что российские игры вызовут огромный резонанс в мире и воодушевление во многих странах, тогда как Олимпиада в Париже войдет в историю как мероприятие, где политика взяла верх над спортом. Шаг Путина был широко расценен как чрезвычайно мудрый и смелый. Он не только ответил на Запада, но и продемонстрировал открытость и толерантность, такая стратегия завоевала уважение в мире, а также позволила России засиять на международной арене, высказали мнение китайские журналисты. Еще до начала саммита Ч-20 в Бразилии возникли непредвиденные сложности из-за необходимости соблюдения требований Международного уголовного суда в отношении президента. Желание видеть лидера такой великой державы на саммите лично борется с запретами и ограничениями, установленными международными нормами и договоренностями. Оказавшись в такой ситуации, президент Бразилии предложил ввести иммунитет для глав тех государств, которые не признают юрисдикцию МУС и не принимают римский статут. Это предложение вызвало ожидаемо бурную реакцию на Западе. Бразилия вынуждена искать компромиссное решение, чтобы учесть интересы как самой страны, так и требования прозападного МУС, куда Бразилия имела неосторожность войти. Возможно, для достижения этой цели потребуются консультации с другими участниками Ч-20 и поиск альтернативных путей решения проблемы. Лула Досильва обеспокоен не только безопасностью собственной страны, но и мнением мирового сообщества. Он задается вопросом, каковы будут реакции других мировых лидеров, особенно США, на предложение об иммунитете. Тем более, что какой будет реакция США. Понятно заранее, США для того и устроили с ордером МУС, чтобы ребята вроде Досилвы имели проблемы в отношениях с Россией. За первые полгода 2024-го произошло около 11 тысяч банкротств немецких компаний. Они затронули порядка 133 тысяч работников, сообщает Бильд. По данным Ассоциации экономических исследователей среди три форм, количество банкротства фирм выросло по сравнению только с аналогичным периодом прошлого года примерно на 30%. При этом нынешняя волна банкротств значительно сильнее, чем раньше, затронула крупный бизнес. Она, например, накрыла национальную сеть универмагов Галерия, Корстат и третьего по размерам в Европе туроператоров ТИТауристик. Причем падение ТИТ уже породило вторичную реакцию. Компания осталась должна миллиарды долларов отелям, вынудила раскошелиться страховые фирмы и оставила без уже оплаченного отдыха множество туристов. Туроператор работал с 40 странными, ему принадлежали около 50 отелей, на него официально трудились свыше 11 тысяч человек. Мало кто мог предположить падение такого гиганта, но это произошло. Также в Германии на 6-7% возросло количество банкротств среди физических лиц. О своей полной финансовой несостоятельности объявили 35 тысяч 400 человек. Еще тогда вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что к осени Германия должна полностью отказаться от углей из РФ, а к концу года стать почти независимой от российской нефти. В начале 2023-го вступила в силу общеевропейская эмбарго на российские нефтепродукты. Осенью 2023-го канцлер ФРГ Олов Шольф с гордостью заявил, что Германия смогла полностью заменить российский газ топливом из других источников. Прозвучало это победоносно. Еще осенью прошлого года The Wall Street Journal писала о том, что европейские компании, производящие сталь, удобрения и другие важные для экономики товары, уходят из ЕС и переносят свои производства в Соединенные Штаты. Так как резкие колебания цен на энергоносители и перманентные проблемы с цепочками поставок приносят вред Европе тем, что, по мнению некоторых экономистов, может стать новая ера диндустриализации.